Я буду говорить о распределенном образовательном АЭС-облаке для изучения информационных технологий. Прежде всего, пару слов о самом дистанционном обучении. Оно содержит в себе два противоречия друг к другу аспекта. Первое, оно является асинхронным, то есть у студента есть своя learning curve, они могут выполнять учебные задания по индивидуальному расписанию. С другой стороны, оно должно обеспечивать синхронность. То есть студенты получают тот же уровень поддержки со стороны преподавателей, как и в кампусе. И без второго компонента, без синхронности, дистанционное обучение превращается в модернизированное заочное. То есть идет начитка лекции онлайн, потом лабораторные работы выполняются в свободное время, а потом студенты должны присылать скриншоты до 23.00. Чтобы обеспечить синхронность, я преподаю у студентов Волгоградского университета. Мне бы хотелось сделать так, чтобы я видел рабочие столы своих студентов, когда они работают дистанционно, и чтобы они видели мой. Вот все мое желание. Ну и еще, если есть IT-служба, хотя при дистанционном обучении ее фактическая роль достаточно мала, что она как-то могла контролировать среду, в которой студенты выполняют задания. Немного подумав, мы с моей со-докладчицей обнаружили, что сделать это будет очень непросто, потому что у студентов разнообразное программное обеспечение, версии операционных систем. Если все преподаватели будут требовать того же, что и я, чтобы студенты ставили их программное обеспечение, нужное для соответствующих предметов, то у них компьютеры будут похожи на швейцарский нож, куда натащили весь софт, который когда-либо должен понадобиться. Кроме того, естественно, половина студентов отвалится, потому что у них там настройки безопасности, firewall, антивирус, который просто удаленный доступ закроет. И, конечно же, мы все находимся дома, работаем через NAT, прямая адресация невозможна, поэтому необходимо было что-то еще. Все. Немного подумав еще, мы решили, что для моих предметов нам будет нужен виртуальный образ, то есть какой-то там VDI-файл, который мы выложим на веб-сервер, студенты его скачают, установят у себя там что-нибудь, да, гипервизор там лучше, если это Linux и KVM, ну, вполне пойдет и VirtualBox запустят на своих компьютерах, и я тогда получу вот такую гомогенную среду, да, однородную среду у своих студентов. То есть так, как будто бы они работали в компьютерной аудитории, где весь софт унифицирован. И кроме того, к нему должен как-то доступ осуществляться, виртуальная машина тоже как-то должна связываться со мной, а я с ней. Поэтому мы обеспечиваем VPN, то есть мы подняли у себя VPN-сервер, и виртуальные машины сконфигурированы так, что когда они запускаются, они входят в этот VPN, автоматически к нему подключаются, становятся мне доступны, я уже администратор на них. Дальше мне остается только кастомизировать, то есть я знаю, какой студент у меня пришел, и я должен выдать ему именной сертификат вместо обезличенного, потому что образ тиражируемый, да, сертификат там обезличенный, мне нужно теперь быстро сделать другой сертификат и перезапустить машину. Все, студент у меня подключен, я вижу, кто он. VPN здесь обеспечивает, ну, во-первых, связь без фаерволов, ну, вернее, с фаерволом, но с тем, который нужен мне. Связь между виртуальными машинами вот в этом во всем пространстве, по всем нужным протоколам и портам. Я могу разрешить трафик между студенческими машинами, могу запретить его. Я могу разрешить вообще любой трафик. Я, естественно, вижу, кто ко мне пришел, то есть проверка подлинности просто проходится по сертификату, если это OpenVPN. Ну, и, конечно, я использую там уже протоколы RDP, VNC, SSH вместо там каких-то TeamViewers и прочих AnyDesk, что, конечно, гораздо удобнее и богаче по возможности. Ну, еще немного подумав и посмотрев на это со стороны, мы поняли, что это, в общем-то, по определению распределенное облако. Мы как провайдер, то есть мы это образовательная организация или отдельный преподаватель, предоставляем, по сути, только сетевую инфраструктуру, то есть тот самый VPN-сервер. Ну, еще вот на предыдущем слайде там затесались сервер баз данных и сервер VKS, опять же, свой собственный, я вообще люблю селф-хостинг. OpenMeetings очень хорошо отработал. Jitsi тоже очень хорошо работает, но в основном я работал со своими студентами в OpenMeetings. То есть какие-то виртуальные ресурсы разворачиваются в этой же сетевой инфраструктуре, но все основные ресурсы, тяжелые ресурсы, уходят к студентам, к слушателям. То есть облако распределенное. Это мои виртуальные машины, наши виртуальные машины, но они развернуты на инфраструктуре клиента, заказчика, обучающегося, работают физически на его компьютерах. Это те самые edge-ресурсы или граничные ресурсы, как хотите. И обнаружив это, мы с не меньшей радостью обнаружили, что как раз в том самом 2020 году Distributed Cloud был назван в числе 10 основных технологических трендов по Гартнеру. Естественно, что это все не получилось бы, если бы я не использовал свободное ПО, потому что тут идея сама проста, но вот ее оркестровка уже менее проста. Здесь, конечно, используется сам Linux OpenVPN. Это свободные реализации серверов и клиентов по протоколам VNC и RDP. Само программное обеспечение Hypervisor. Ну, там есть дискуссии по поводу свободности VirtualBox. Ну, в общем, пользоваться им можно в этом смысле. Средства видеоконференсинга тоже свободные. Ну и, конечно, в этих задачах важную роль играет управление трафиком, потому что это доступность. Значит, нам нужно пропускать вперед VPN трафик. Ему должен отдаваться приоритет. Внутри самого VPN тоже нужно использовать трафик шейпинг. Например, больше приоритет отдавать протоколам удаленного доступа и меньшее там каким-то всем остальным. Для написания скриптов тоже нам нужен Linux. Речь идет о ситуации, когда появляются новые студенты. Надо быстро назначить им новые IP-адреса, надо быстро создать на них именные сертификаты. И, в общем, автоматизировать систему распределения этих сертификатов и ключей. Работы много, и она сейчас еще продолжается достаточно активно. Теперь пару слов о самих принципах преподавания с использованием виртуальных машин. Здесь мы не должны впадать в ересь изготовления еще одного швейцарского ножа, когда у нас стоят компьютеры в аудиториях. Они должны обладать всем необходимым, всем возможным софтом для обучения всех студентов по любым предметам на любых курсах. Здесь есть некие принципы минимальности. Мы их сформулировали с моим сыном. У нас вообще семейное вовлечение виртуализации. В 2017 году мы сформулировали в частности три принципа минимальности. Минимум ресурсов на стороне обучаемого — это память и прочие ресурсы аппаратные. Виртуальная машина должна решать одну учебную задачу, то есть создаваться для одной темы, для одного предмета или даже для одного занятия на каждого студента с минимальным набором нужных для этого программ. Соответственно, мы и величину образа уменьшаем. Там образ 15 гигабайт. Если он в зипе, его качать, конечно, приятнее, чем 150 гигабайт. И IT-среда. То есть виртуальная машина является расходным материалом. Это расходуемый ресурс. Мы поработали с машиной, мы, возможно, привели ее в состояние, когда ее восстановление невозможно или нецелесообразно. Например, мы сеть на ней изучаем. Мы можем ее в хлам переконфигурировать. Студент может с ней сделать все, что угодно. Но ничего, он про нее забыл, скачал новую и работает снова. Где размещать такие виртуальные ресурсы? Вот здесь вчера поднимался вопрос о том, что для некоторых задач АЭС-провайдеры не предоставляют хороших тарифов. Представьте, у нас виртуальные машины нужны каждому студенту, причем не одна. При этом работает их в каждый момент времени достаточно ограниченное количество. Если пользоваться облачными услугами, это дорого и неэффективно. Тогда, может быть, сделать собственный ЦОД, либо поставить настоящий ЦОД, отапливать зимой корпус, летом вселенную. Но это, во-первых, дорого и трудоемко. Можно использовать инфраструктуру имеющуюся, то есть на имеющихся машинах создать гипервизоры. Это тоже вариант прорабатывался. И вот мы с моим сыном, тогда-то у нас была работа, когда мы делали кластер гипервизоров, тоже на свободном ПО, и две машины могли сразу пятерых клиентов удаленно обслуживать, если на них относительно легкие виртуальные машины, там под U-Bunt, и изучается какой-нибудь не очень мощный софт. Ну, либо вот использовать распределенное облако, это наш случай. Естественно, в момент, когда это все создавалось. Это создавалось тогда, когда мы ушли на карантин, и нужно было быстро что-то сделать. То есть, во-первых, варианты не проходные, остается вот тот, который я описываю. Вчера был еще вопрос относительно того, насколько я помню, коллега, если не ошибаюсь, из Ярославского педагогического говорил, что вот есть географы, у них есть унаследованный софт. Виртуализация помогает продлить жизнь унаследованному софту. Вы можете виртуализовать железную Windows, сделать из нее виртуальную машину и продолжать ее использовать в виртуальной среде. Ну и, кроме того, вопрос об изучении свободного программного обеспечения. Если вы создаете много виртуальных машин для разных учебных задач, то может получиться так, что большую часть времени мы начнем своих студентов обучать именно на свободном ПО. И только в некоторых случаях, когда нам требуется проприетарное ПО, мы предложим им соответствующие виртуальные машины. То есть не нужно на одну машину навешивать все, делать из нее швейцарский нож, потому что этот швейцарский нож, скорее всего, будет работать под Windows. Здесь важно сегментировать это все. Теперь, что осталось от этого проекта после того, как нас освободили от карантина, все это продолжает использоваться точно так же. Во-первых, виртуальные машины перекочевали из дома в аудитории. То есть у меня студенты имеют относительную свободу. Они могут запускать мои виртуальные машины на своих ноутбук или приносить их в аудиторию, конечно, копировать их несколько долго, но можно. Кроме того, еще практиковалось такое смешанное обучение. Некоторые группы уводили на карантин, некоторые группы возвращались с карантина, во всяком случае в Волгограде это практиковалось. В этом случае у меня в аудитории сидели и студенты, которые учные на занятии присутствовали, и студенты, которые выходили удаленно. Да я даже и не требовал, чтобы они приходили, потому что они приходят в масках, боятся. Они сидели дома, но я с ними поддерживал связь через видеоконференции, а с прочими воздушно-капельным путем. В дальнейшем эта система продолжает использоваться сейчас. Я от нее не отказываюсь, потому что даже в аудитории, когда мне не нужно вставать и заглядывать через плечо, что у человека написано, какая у него ошибка возникла и так далее, что он написал, какие у человека получил. Я вывожу на экран соответствующее подключение, смотрю, я могу остальным студентам показать, чей это рабочий стол, если я считаю, что его ошибка достаточно характерна для этой ситуации. То есть я могу достаточно гибко этим пользоваться. Ну а в дальнейшем, конечно, надо посмотреть на масштабируемость, потому что сколько мы одновременно таких студентов можем потянуть. Наверное, не больше, чем аудитория, потому что в аудиториях тоже немного компьютеров, и внимание у преподавателя перед глазами может быть не более определенного количества компьютеров. Это как игра одновременно на нескольких досках. Но все же хочется масштабируемость поизучать. Повысить управляемость. Речь идет о всяких гибких вещах. Например, я не требую, когда контрольные работы выполняются студентами на виртуальных машинах, они ничего не делают, чтобы мне их переслать. Я там какой-нибудь скрипт пишу, который из определенного места все файлы выгребает ко мне. Если они сохранили их, то они будут проверены. Если нет, значит нет. Ну и автоматизация. Там много возникает, то есть дьявол в деталях. Очень много ситуаций, требующих автоматизацию, потому что начальная подготовка группы к использованию этого парка виртуальных машин занимает сейчас достаточно длительное время. Мне приходится сертификаты как-то вручную подменять, пока еще руки не дошли. Ну и мониторинг, потому что одно дело преподавать, другое мониторить. Совмещать это никак не получается, поэтому нужен еще кто-то, кто занимался этим параллельно со мной, и тогда уже я смогу какие-то результаты получать количественные. Сколько памяти уходит, какой трафик и так далее. Вот примерно вкратце то, о чем я хотел рассказать. Наши контакты есть. С удовольствием отвечу на вопросы. Спасибо за доклад. Идем ровно по графику. Это прекрасное элегантное решение, я считаю. Вопрос о дальнейшем расширении его. Как бы вот такие вот виртуальные машины может быть предложить не только в сторону, ставить туда свободное программное обеспечение, но то, которое еще не стало свободным. Сейчас идет переход, например. Я про ГИО сейчас говорю на самом деле. Они же сейчас до сих пор на Windows только делаются. Так может быть тогда как-то продвигать тему, чтобы они тогда делали виртуальную машину, а не софт присылали для проведения ГИО. И виртуальную машину с этим всем софтом можно запустить на любой системе, получается, в том числе на альтообразование, где угодно, и проводить уже импродозамещение по всей стране спокойно. Потому что единственное, что останавливает пока, это как раз это самое ГИО, которое есть везде, и которое только подвинуется. Я только за, если это запустить в серию, и осмыслить, и научиться этим пользоваться. Пробросить root токен не проблема. И root токен можно пробросить. И там принтеры тоже. Да, и это делается. Так, следующий вопрос. А вот там комментарии есть из чата. Не разрешает. Ну, что значит облака? По сути это облако. Но вот определение облака. Я не знаю, надо читать. Я обязательно изучу этот вопрос. Что имеет в виду Oracle. Вообще Oracle очень не жалует всю виртуализацию. У них лицензия очень крутая. Ну, спасибо за вопрос. Я пока не готов ответить. Так, сейчас подождите Оргий под очереди. Я хочу заметить, что ответить на вопрос, почему не поднять на Windows и КВМ, потому что тяжело. И на Макосе тоже тяжело поднять КВМ. Мы же используем компьютеры студентов. Это ответ на вопрос, почему VirtualBox. Пока что VirtualBox единственный инструмент. У меня, кстати, тоже замечание плана лицензионного. На самом деле, вы, конечно, можете поставить Windows в VirtualBox, а в этот Windows поставить какую-нибудь пропоритарную фиговину, которую надо продлить жизнь. Проблема будет в лицензии серьезная. А уж раздача образов с этими штуками, это вообще нарушение лицензии прямое. Поэтому у нас, конечно, в нашем богоспасаемом государстве с такого рода правовыми вопросами все очень мутно, но привыкать к этому не стоит, если мы хотим жить в лучшем мире. Вообще бы я хотел с вами перетусоваться. Дело в том, что у меня есть очень похожий проект, который я не сделал в доклад. Но это не вопрос. Значит, вопрос вот какой. Вот вы говорите про облачность вашей инфраструктуры, а насколько вы вообще в своих учебных занятиях закладываетесь на то, что будет происходить взаимодействие между вот этими гостевыми запущенными системами, которые работают на компьютерах студентов? Здесь же может и не прийти, или у него что-то не запустится. Насколько критично, что у вас должно быть обязательно 20 виртуалок в сети, и взаимодействие между двумя конкретными виртуалками участвует в съемном процессе? Да нет, не обязательно. Если есть групповая работа, то нужно обеспечивать горизонтальную связь между студентами. Если она идет фронтально со мной, то они должны видеть меня, я должен видеть тебя. Просто не очень тогда облачно, да? Просто раздали образа и немножко в них… Да, это получается, но я бы его не назвал тривиальным вариантом, но такой один из граничных вариантов, но все же распределенного АЭС-облака. Просто оно легкое на стороне провайдера, мне ничего особо там делать не надо. Понятно, спасибо, прощение очень хорошее, я подумаю над этим, что ты тоже так делаешь. Да, спасибо. Что касается лицензий, я не планирую никак их нарушать. Если лицензия на конкретный софт запрещает его использование в облаках, он, естественно, не должен использоваться. Следующий. Скажите, а вы проводили аттестацию системы по 21 приказу в стек? 21 это система персональных данных. Персональных данных там не обрабатывается, поэтому я не считаю, что это ИСПДН, поэтому сертификация не проводилась. Это учебная среда. Следующий. Работает. Скажите, пожалуйста, вот у проблемы, которую вы описали, то есть работа со студентами, контроль их активности и так далее, в принципе существует альтернативный подход, основанный на международных стандартах XAPI, CMY5 и так далее. Во время пандемии в России он как-то абсолютно практически игнорировался, этот международный опыт. Единственный пример был, по-моему, в корпоративном университете Сбербанка. Цели, которые преследуются этими стандартами, они практически полностью созвучны с вашими, то есть там архитектурно, там, конечно, абсолютно другая история. Там куча, ну не куча, ладно, хорошо, там есть тоже открытый софт, learning locker и так далее. Вопрос в том, рассматривали или нет, если рассматривали, но не подошло, почему и так далее. Мне это очень интересно, мы в ТГУ пытались это дело поднять, вот как раз под пандемией, у нас, естественно, тоже ничего не вышло, ну и в частности, есть ли у нас с вами что-нибудь общее в этом смысле? Ну, есть, на самом деле, то есть пробовал ли, ответ нет, потому что не дошли руки, имеет смысл ставить такие вопросы, когда у нас есть сообщество вот таких сетей, таких облаков, тогда XAPI, EDUROAM и подобные технологии должны, конечно, применяться, в том числе и между студентами различных вузов. Это так я понимаю, возможно, нужно мне получше изучить этот вопрос. Ладно, все, спасибо. Так, коллеги, ну давайте тогда завершаем наше первое утреннее заседание. Напоминаю, что мы сейчас с вами уходим, одеваемся и автобусы нас в 13.00 уже ждут в гостиницу Переславль и встречаемся с вами в 15.00 здесь уже в зале в качестве слушателей второго отделения. А из комментариев вопрос, из комментариев давайте. С виндовыми ноутами. Это конкретный вопрос. Да, ну он подразумевается некий. Я не знаю ответ, я могу только учесть его и поискать решение. Спасибо за комментарий, да. Это скорее комментарий к вопросу из зала был. А, с виндовыми ноутами студентов. Ну, на моей практике virtual box не тормозил уж так дико. Если будет тормозить, конечно, будем искать по мере поступления. Будем решать любые проблемы. Это все, что я пока могу сказать. Ну, да. Да, вот. Спасибо.